59 томогавков на этой неделе полностью изменили расклад сил на Ближнем Востоке. Америка возвращается в регион, причем сразу в главной роли. А война в Сирии снова превратилась в проблему номер один для всего мира. США уже говорят, этот удар может быть не единственным. Политики в России наконец смогли преодолеть растерянность первых дней и говорят, что отношения с Америкой в конец испорчены. А что же происходит в самой Сирии и какими будут следующие ходы основных игроков, выяснял Сергей Ауслендер. События, которые изменили расклад сил на Ближнем Востоке, уместились буквально в несколько дней. Рано утром, 4 апреля, авиация сирийской армии нанесла удар по городу Ханши-Хун в провинции Идлиб. Из разорвавшихся ракет валил странный дым. Люди умирали от удушья в мухах. По свидетельствам очевидцев, это было химическое оружие. Более ста погибших, среди них множество детей, сотни пострадавших с симптомами тяжелого отравления. Когда самолеты нанесли первый удар, наша команда была на месте. Три человека из службы спасения первыми достигли места, где взорвалась ракета. Это было химическое оружие, но они не знали об этом и быстро потеряли сознание. Когда мы прибыли, то стали эвакуировать пострадавших. Мы видели, как изо рта у них идет пена, а мы успели унести двоих. После тоже потеряли сознание. Характер поражений, который по фото и видеоматериалам изучили израильские химики, ясно указывает на применение нервно-паралитического газа, вероятнее всего, зарина. Сирийские власти тут же возложили ответственность на повстанцев, которые контролируют город, но тут неожиданно вмешались российские военные и опровергли версию официального Дамаска. Вчера в период с 11.30 до 12.30 местного времени сирийская авиация нанесла удар в районе восточной окраины населенного пункта Хан-Шейхун по крупному складу боеприпасов террористов и скоплению военной техники. На территории этого склада находились цеха по производству фугасов, начиняемых отравляющими веществами. Из этого заявления следует, что сирийские военные хорошо знали, что именно бомбят и какими будут последствия. Мир буквально встал на дыбы. Британия, Франция и США внесли в совбез ООН проект резолюции, осуждающей Дамаск, но Россия его заблокировала. У нас нет никаких сомнений, что вся ответственность за этот ужасный инцидент лежит на сирийском режиме во главе с Башаром Асадом. Мы думаем, самое время для России хорошо подумать о дальнейшей поддержке Дамаска. Президент Трамп, потрясенный кошмарными кадрами из Идлиба на срочно созванной пресс-конференции, заявил, что это преступление не останется без ответа. И в ночь на пятницу американский флот нанес мощный удар крылатыми ракетами «Тамагав» по военной базе «Шатрит», откуда взлетали самолеты, бомбившие Хан Шейхун. Дамаск и Москва в шоке. Такой реакции не ожидал никто. МИД России разразился громкими заявлениями. Примерно такие же последовали от сирийских военных. Не удосужившись ни в чем разобраться, Соединенные Штаты Америки пошли на демонстрацию силы. На военное противодействие стране, которая борется с международным терроризмом. Соединенные Штаты Америки не первый раз демонстрируют подобный бездомный подход. Удара судили Россия и Иран. Израиль одним из первых выразил однозначную поддержку американской операции. Еще Украина, страны Евросоюза и государства Ближнего Востока. Мы рассматриваем это как позитивный и конкретный шаг против военных преступлений режима Асада, совершенных с применением химического и обычного оружия. Но достаточно ли этого? Нет, я считаю, совершенно недостаточно. Российская пропагандистская машина заработала на полную мощность, рассказывая о крайне низкой эффективности удара. Мол, половина ракет вообще не попала в цель. Но выводы израильских специалистов, исследовавших спутниковые снимки последствий налета, говорят об обратном. Точность была исключительной. Ракеты буквально влетали в ворота ангаров. Да и не в точности дела. В американской международной риторике есть такое понятие «sending a message», то есть передать месседж противнику, в данном случае Сирии. Понятно, что не зря была выбрана именно эта база, с которой взлетели самолеты, которые нанесли химическую атаку по мирному населению. Но главный вопрос, над которым сейчас бьются эксперты, кому именно предназначался этот убедительный месседж в виде 59 томагавков. И далеко не все придерживаются мнения, что именно Дамаску. Если говорить о том, что Дамаск это столица сирийского государства, то практически нет Дамаска как столицы Сирии. Потому что нет Сирии, есть 5-6 анклавов. Это предупреждение в первую очередь палачу из Дамаска. И во второй очереди, может быть и в первую, и это Россия. По сути, американский президент Трамп начал ревизию политики своего предшественника на Ближнем Востоке. А еще американский налет нанес серьезный удар по военному престижу Москвы. Российские власти неоднократно утверждали, что их комплексы ПВО надежно защищают небо над Сирией. Но при этом ни один томагавк не был ими поражен. Недаром же за несколько часов до налета американцы предупредили Россия на нем, давая возможность выбора или проигнорировать атаку, или ввязаться в полномасштабный конфликт. Сергей Ауслендер. Подробности недели. Ближневосточное бюро. Телеканала Интер.